За партой хоть сейчас. Ремонт сделан, мебель, расставлено, учебное пособие и оборудование готовы. Сотрудники привиты, где средства закуплены. Остаётся ждать детей. Готовы, сто процентов готовы по окончанию учебного года. Была поставлена задача перед каждым педагогом провести своё место в порядок. И каждый педагог справился на сто процентов. В школе уже 18 лет и с каждым годом она активно развивается. Результаты, с которыми учреждение начинает нынешний учебный год, впечатляют. Мы поучаствовали в двух российских конкурсах. Лидеры отрасли и пятый всероссийский общественный смотр. И там, и там выше победителями. И занесена школа в национальный реестр лучших учреждений России. Кроме того, школа получила 8-миллионный грант нацпроекта образования. Обновили спортный винтарь, музыкальную аппаратуру, закупили специальные компьютеры. К ним можно подключить любое оборудование для детей с нарушениями слуха. В другом классе новые наборы для занятий по робототехнике. С её помощью развивается пространственное мышление, мелкая моторика. Занятия по физике, математике ученики применяют на практике. Самые маленькие у нас изучают лего, программируют его. Это у нас прыгающая лягушка, обезьянка, барабанщица. Они все у нас приводятся в движение, прыгают, издают звуки. Для них это очень интересно и познавательно. Школа без преувеличения идеальная. Как индикатор постоянной проверки. Как только надзорники переступают порог, школа отпадает желание придираться. Сами так говорят. Всё чисто, уютно, правильно. Отзывы родителей только восторженные. Здесь весь коллектив этой школы настроен на то, чтобы помочь ребёнку. И вы понимаете, наоборот, когда я пришла в эту школу, моё сердце наоборот, как материнское, так же, как и у мужа отцовское, начало успокаиваться. Потому что нас поддерживают и поддерживали. И понимаете, продолжают поддерживать каждый раз. Педагоги разработали 12 образовательных программ. Для сравнения, в обычной школе чаще всего одна. Задача учебного заведения – подготовить воспитанников к полноценной взрослой жизни. Педагоги уверены, и это получится у каждого ребёнка. Просто нужны время, терпение, грамотный подход. Ну и чего не отнять у каждого сотрудника этой школы. Они всё своё сердце отдают детям. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС. Почитаем. Опа!